МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Профессиональная мышь для компьютерных игр позволяет оптимизировать качество игры. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим основные правила гонок, без соблюдения которых будет очень сложно добраться до вершин виртуального автоспорта. И, конечно же, вас ждет новый киберторнир по игре R-Factor. Сегодня мы увидим гонку 10-го этапа российского чемпионата Russian Porsche Carrera Cup. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Совсем скоро состоится первый в России чемпионат по Сокерджем. Сокерджем – это карта для Counter-Strike 1.6, имитирующая игру в футбол. Игроки бегают с гигантским футбольным мячом, пытаясь забить гол. Из оружия у них только ножи. В игре присутствует элемент RPG. Вы получаете левелы и прокачиваете различные умения. Всего заявки подали 11 команд. В мире подобные соревнования проходили неоднократно. Не исключено, что победитель будет представлять Россию на мировой арене. За неделю до конца групповой стадии 12-го сезона Warcraft 3 League организация NOA анонсирует прекращение сотрудничества с командой. Тим NOA на данный момент удерживает третье место в чемпионате. Организация NOA работала с этой командой почти год. По сообщениям менеджеров организации, две стороны не смогли достичь соглашения по поводу нового контракта. Теперь игроки возвращаются к тегу GO. Они остаются вместе и начнут искать новую организацию. Совсем недавно вышла новая демо-версия игры Pain Killer Overdose. Игра имеет как режим одного игрока, так и режим мультиплеер для игры по сети. Более современная графика и новое оружие заинтересуют любого киберспортсмена. Вполне возможно, что в скором времени мы увидим новую дисциплину на мировых ивентах. Так что не теряйте время и начинайте тренироваться. Ведь мировую известность получает тот, кто дольше всех играет. Будем с нетерпением ждать выхода игры. Наконец-то вышел долгожданный Counter-Strike Promote. Его можно скачать совершенно бесплатно на сайте разработчиков. Пока это только бета-версия. Все желающие могут протестировать его и оставить свои отзывы. Напомним, что Promote переносит физику игры Counter-Strike версии 1.6 в более современную и красивую графику Counter-Strike Source. Возможно, в скором времени на ивентах станет на одну дисциплину меньше. Остается посочувствовать игрокам, которые уже переучились. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим основные правила гонок, без соблюдения которых будет очень сложно добраться до вершин виртуального автоспорта. Правило первое. Самое главное в гонках – это траектория. Нехорошая настройка машины, небольшое количество практики не позволят вам выиграть, если вы не будете держаться правильной траекторией. Правило второе, которое легко запомнить, но сложно выполнять. Медленный вход, быстрый выход. Для оптимального прохождения большинства поворотов нужно плавно вкатываться в поворот, четко контролируя машину. И как можно раньше нажимать на акселератор, чтобы начать разгон. Очень характерная ошибка для новичков – позднее торможение, которое помогает чуть быстрее входить в поворот, но лишает гораздо большего на выходе и разгоне. Позднее торможение может применяться в случае оборонительной тактики, когда вам нужно защищаться от прессингующего соперника. Также позднее торможение применяется в случае атаки впереди идущего пилота на входе в поворот. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. По машинам и удачи на трассах! Смотрите далее. Новая клавиатура ориентирована на геймеров и включает множество функций, которые пригодятся им в киберсхватках. И, конечно же, вас ждет новый киберторнир по игре Air Factor. Сегодня мы увидим гонку десятого этапа российского чемпионата Russian Porsche Carrera Cup. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Наушники Razer Pro Tone имеют множество возможностей при миниатюрном размере. Обладают глубоким, насыщенным звуком. В комплект входят ушные вкладыши трех размеров для удобства использования. Надежная фиксация в ушной раковине обеспечивает оптимальное прослушивание при движении. Наушники обладают расширенными нижними частотами, специально для цифровых проигрывателей. Продаются наушники в специальном чехле для удобства транспортировки. На обратной стороне игрового коврика SteelPad SNS приведены высказывания игроков всемирно известных команд. Его поверхность оптимизирована для того, чтобы обеспечить длительное и плавное скольжение. Коврик идеально подходит для киберспорта. Размеры коврика 32 см на 27 см. Толщина 2 мм. Для работы на коврике подходят практически все виды мышек. Коврик поставляется в комплекте с удобной сумочкой на молнии, в которой можно носить его с собой. Компании Microsoft и Razer представили свою совместную разработку – клавиатуру Recluso. Новинка ориентирована на геймеров и включает множество функций, которые пригодятся им в киберсхватках. Синяя подсветка не даст заблудиться в клавишах в темное время суток. Четыре кнопки обеспечивают быстрый доступ к часто используемым командам. USB-разъем, покрытый золотом, обеспечивает лучший контакт. Также в клавиатуре использована технология сокращения времени реакции клавиш. Профессиональная мышь для компьютерных игр Everglied G1000 позволяет оптимизировать качество игры. Эргономически сконструированная мышь обеспечивает максимальный комфорт. Она отличается мгновенной реакцией без всякого запаздывания и внушительной скоростью обработки изображений. Используя возможность регулировки оптического разрешения до 1600 точек на дюйм, можно настроить игру в соответствии с собственными предпочтениями. Здравствуйте! Сегодня мы увидим гонку 10-го этапа российского чемпионата Russian Porsche Carrera Cup. Гонка проходит на трассе Мечково-Московское кольцо, где участникам предстоит преодолеть 31 круг, каждый длиной 3200 метров. Чемпионат проводится на машинах Porsche 996 GT3 Cup. До окончания сезона остается всего три гонки, и российский этап является очень важным. В случае успешного выступления пилот может надеяться на хороший финиш чемпионата, а в случае неудачи в оставшихся двух этапах будет сложно вернуть потерянные очки и догнать оторвавшихся соперников. В командном зачете основная борьба за кубок конструкторов идет между пилотами Hot Pistons Racing и Camerot Racing. Четыре пилота этих команд находятся вверху личного зачета. Десятый этап может сильно повлиять на расстановку сил в обоих зачетах. После квалификационной сессии на старт гонки вышло 18 пилотов из разных городов России, Украины и Германии. Первую десятку пилотов в квалификации разделило всего полторы секунды. Следующие восемь отстали еще менее чем на две секунды. Итак, пилоты уже ушли на прогревочный круг. Совсем скоро загорятся зеленые огни. Впереди 31 круг дистанции или почти 100 километров бескомпромиссной борьбы. Прогревочный круг окончен и участники замерли на стартовой решетке в ожидании зеленых огней. Старт дан и пилоты устремились к первому повороту, самому опасному в любой гонке. Гильц обгоняет замешку своего сякафанова и входит в первый поворот вслед за лидером Денисом Кожиным. Также удачно стартует Изотов. Он на разгоне проходит Аксенова, а на торможении перед первым поворотом и Фролова. Злобин перетормаживает и теряет несколько позиций. Романов и Солдатов ведут контактную борьбу, но каждый остается на своем месте. Пилотон прошел первый поворот без потерь, за исключением Шатилова, который развернул машину Гаусса и сам потерял драгоценные секунды. После первого круга гонщики немного растянулись и стали вести локальные сражения. Наиболее интересной была борьба трех лидеров – Кожина, Гильца и Кафанова. На четвертом круге на торможении, пытаясь обойти Гильца, Кафанов немного ошибается, теряет скорость и в следующем повороте в него врезается Изотов. Кафанов теряет время, два места, но продолжает борьбу. На одиннадцатом круге Гинько из Оуэсэй Рейсинг, шедший восьмым, открывает череду пит-стопов. К двадцатому кругу все, за исключением четырех лидеров – Гильца, Кожина, Кафанова и Доронина – побывали в боксах. К этому моменту первые десять позиций занимают Кожин, Кафанов, Гильц, Доронин, Изотов, Гинько, Широков, Аксенов, Злобин. Очень удачной оказалась тактика раннего пит-стопа для Александра Гинько. За счет нее он выиграл три позиции. На двадцать первом круге синхронный пит-стоп делают лидеры Кожин и Кафанов. Механики Камрад Рейсинг великолепно проводят дозаправку и смену резины и значительно раньше выпускают Кожину на трассу. А к этому времени в лидеры вырывается Сергей Гильц из Ход Пистонс Рейсинг, еще не побывавший в боксах. На двадцать шестом круге, наконец, в боксы заезжает Гильц. Но, видимо, изношенная резина не позволила ему поддерживать высокий темп, и после выезда из боксов он оказывается на втором месте. В нескольких секундах позади Кафанов. Такой отрыв за оставшиеся пять кругов уже не отыграть. На третьем месте, с комфортным отрывом от позади идущих, находится Кирилл Изотов из Фостерс АРГ Джуниор Ти. Но на двадцать седьмом круге из-за проблем с коробкой передач у Изотова сильно падает темп, и он пропускает сразу четырех пилотов. Гинько, Доронина, Горбунова и Широкова, идущих плотной группой на пятом, шестом, седьмом и восьмом местах. К началу последнего тридцать первого круга на задней прямой трассе Гинько, идущего на четвертом месте, и Широкова, идущего седьмым, разделяет всего несколько секунд. На торможении перед медленной связкой его атакует Горбунов, но Гинько четко закрывает внутреннюю траекторию и удерживает позицию. Позади них, на входе в ту же медленную связку, перетормаживает Широков, и по внутренней траектории мимо него проскальзывает Аксюнов. Остается всего полкруга до финиша, и ситуация накаляется до предела. Каждая выигранная позиция принесет так нужные в конце чемпионата очки. Пилоты делают все возможное, чтобы занять высокое место. Еще через несколько поворотов Аксюнов проходит Горбунова, а позади них, справившись с коробкой передач, Изотов обходит Широкова. Лидеры в этот момент уже закончили гонку, там финиш прошел гораздо спокойнее. Закончился десятый этап, ставший одним из самых интересных этапов сезона. После 50-минутной гонки первое и второе место разделило всего 7 секунд. Пилот, занявший восьмое место, отстал от бронзового призера гонки на какие-то 9 секунд. Эта гонка еще более обострила борьбу как в Кубке Конструкторов, так и в личном зачете из-за схода обеих машин Камрад Рейсинг. Пилоты Hot Pistons подобрались на очень близкое расстояние. Оставшиеся два этапа, которые пойдут на легендарной итальянской трассе Монца и американские лагуны Сека, обещают быть очень интересными. Не менее острое соперничество предстоит и в споре за 5-е и 8-е места в личном зачете. До скорой встречи на виртуальных автодромах. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok